Программу льготной ипотеки в нашей стране запустили в прошлом году. Россияне могли взять кредит на покупку квартиры по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальный размер суда составлял 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. И 6 миллионов рублей для остальных регионов. В этом году условия программы изменились. По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов. Программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Она вызвала большой интерес у наших граждан. Ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых. И льготная ипотека была продлена еще на один год до 1 июля 2022 года. По решению президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку родителям, которые воспитывают трех и более детей, при условии, что самый младший ребенок родился после 1 января 2019-го. В этом году на эти цели направят дополнительные средства. Каждая такая семья сможет получить 450 тысяч рублей. Сегодня дополнительно направлен 14,5 миллиардов рублей для компенсации им платежей по жилищным кредитам. Это позволит помочь более чем 32 тысячам многодетных родителей. По словам Михаила Мишустина, льготная ипотека стала одной из самых востребованных мер государственной поддержки. В связи с чем в текущем году правительство увеличило ее финансирование по сравнению с прошлым годом более чем в полтора раза. Практически до 69 миллиардов рублей.